Всем привет, мои светлячки! Вы на канале 30+. Я Алена, медицинский психолог. И сегодня мы с вами говорим про желанность, незаменимость в отношениях. И действительно, кто ты? Инфантил или все-таки взрослый? Об этой теме мы сегодня поговорим. Я медицинский психолог и нутрициолог. Значит, здесь про здоровье ментальное и физическое. Большое количество стресса, проблем в жизни. Очень многих заставляют чувствовать себя дискомфортно. И воспринимать в этот момент отношения с другими людьми как ресурс. У многих уже абсолютно нет сил. И источника энергии тоже нет. И чем интереснее, динамичнее, круче наша жизнь, тем, соответственно, меньше у нас ресурса, к сожалению. Если мы, например, находимся в энергии, у нас много сил, то мы можем отдавать их в отношения. Можем вообще, в принципе, от их отдавать. А если мы устали, у нас какое-то истощение, мы в каком-то полном минусе, то нам, собственно говоря, неоткуда их брать. И когда мы уже находимся в каком-то истощении, то это приводит к хронической-хронической усталости. И эти же все проявления подходят под момент того, что называется абсолютно нет сил. И в другой момент, если мы с вами говорим, что человек действительно щедрый, дающий, ресурсный, у кого-то есть что отдать, он легкий, обычно веселый, способный, потому что есть энергия. У кого нет энергии, тот и не может, в принципе, ничего отдавать. Если мы с вами говорим про ресурс, то мы этим ресурсом можем сами управлять. Почему? Потому что во многих случаях люди не хотят чувствовать, когда у них вот этот ресурс, грубо говоря, истощается. Вступая в какие-то отношения, люди без ресурса берут на себя еще какую-то ответственность, обязанность и действительно уходят в состояние нестояния, как я говорю. И здесь помимо физических ощущений, еще и усталости, тревоги, человек еще должен отвечать за другого. И это очень-очень неприятно. Напоминаю, что для того, чтобы вот эту историю изменить, очень-очень важно вообще работать с внутренним своим состоянием. Важно думать о том, что вы делаете, что вы создаете, какая у вас энергия. И если вы хотите быть взрослым, зрелым человеком, очень важно понимать по-доброму, на что вы готовы, а на что у вас просто нет силы, нет энергии. И тогда это отодвигать. Другой момент, если мы говорим про взрослого и зрелого человека, то во многих случаях это работа со своим состоянием и работа с своей внутренней энергией. Поэтому навыки психики – это прям то, что я считаю важно делать, которое я давала. Ощущения свои изучать, усталости, эмоции свои знать, определять их, грамотно коммуницировать и нести ответственности за свои мысли. То есть все, что я разбирала с вами в блогах, в подкастах, все это будет проявляться в ваших взаимоотношениях. Если вы не научились этого делать, то действительно вот эта история про инфантильность, про взрослость, она будет только-только серьезнее и давать вам прям такую нехорошую обратную связь. Поэтому для того, чтобы стать приятным, очень важно знать своего внутреннего ребенка и управлять своим настроением, поведением и взрослением.